привет ты на канале занимать games и мы продолжаем играть с тобой ягун за нашего кузнеца ну что пошли дальше так нам нужно отправиться в пашинные поля найти яблоко золотое пойдет ли он туда куда я его послала зато яблоко сделано то о чем попросил царь единственный выход это отправиться на пашню какой день начинается во странстве смотри мы отправляемся наверное с тобой во вторник во вторник он чувствует себя везучим с каждым прохождением наш яга становится сильнее у него повышаться кита атрибуты соседские угоди что можно сказать об этом месте да сейчас сражаться будем по-любому поля под солнцем день тепло крестьяне косят здесь пшеницу ну а теперь здесь снова зло без мозг твари вереницы они берут что захотят и пищу людей как саранча она их троне восседал тщеславый вражеский вассал охвачен диким он желанием и и не подвластим ожиданием за яблоком пришел иван торгах или силе был сей план да сражаться сейчас будем по-любому и вставай давай пошли невыносимая жара даже к жака бишь враги меня уже сразу ждут понимаешь не пройдешь древние ветки алтарь посвящены богу граммовер суперу ну перед ним на каменной плите лежит под ношением сделать под ношением что же мы сделать твой не знаю может кто-то может быть вино богатырская не положите пиво вот вино вот и приняла мое подношение я услышал раскат грома алтаря воцелилась тишина топор перуна о нифига себе у нас есть новое оружие куда-то да но для этого нужно его еще создать на вина да 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 так теперь у нас есть два хода вниз и вверх давай отправляемся у него нифига себе пещера че у нас тут кто-то бы есть ага какие-то улучшения ладно а здесь у нас какая-то корова есть корова явно чувствует себя неловко че приболела рядом с сундуком лежит куча неприятно пахнущего навуза странно но похоже под ним есть какие-то лично блестящие тщательно осмотреть монеты так а каким образом их взять попался приветствуем думал снова сможешь разбогатеть на моих кровных так я не вор ты совсем уже из ума вышел старик я не вор это не довод но если не ты это сделал то кто тогда это сейчас уже третий раз подряд отыщи виновника я заплачу тебе заплатишь мне да сундук с несколькими оставшимися копейками лежит открытым его внутренняя часть выглядит липкой это еще кто здравствуй дух мой путник тебе повезло перед тобой телепат тебе стоит воспользоваться случаем телепат ты да это так я могу доказать это прямо сейчас задумай слово и я прочитаю твои мысли так подумать о царе готово о чем я подумал ты подумал о золоте ложь потрясающе ты угадал я это знал я обладаю даром теперь когда ты стал свидетелем моих способностей помоги меня убедить братьев они мне не верят если увидишь их расскажи о нашей встрече они где-то неподалеку вот тебе несколько копеек за помощь так так а толку если ты не я подумал о царе да он сказал что я подумал о золоте он не угадал смотри давай значит мы с тобой денем вот здесь у нас есть какие-то прикольные вещи так яйцо возьмем здесь у нас будет нет враги иногда будут пугаться меня и наверное по панцирь я одену получаем меньше урона сушенную вещь конечно классная так вот с хлебушком конечно у меня но еще один хлеб есть блин это мало конечно это очень мало а если ты лишь телепата в этих местах расскажи нам как у него дела мы с ним по с пырля я просил антиос и удалось ли ему почитать твои мысли ну ну не знаю тот попросил да а то этого нет ну да у него получилось ты что издеваешься за это ты поплатишься а сейчас а а а а а а а а а смотри ресурсы пошли да взять молот быстро сокрушения придется создавать если видишь их расскажи о нашей встрече то есть еще кто то есть братья не одни а 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 и с а а сила съесть удача но насчет богатство я думаю может быть нет хотя давай богатство я хочу быть богатым от рождения до старости скажу я без прикрас удачливость я увеличится в тысячу раз прощай теперь будет выглядеть довольно тихим так обновить наковальню смотри здесь нам нужны монеты очень много вот здесь в принципе нам не хватает буквально несколько монеток да я вот просто замечаю что чуть-чуть нехватка идет проваливай толстяк не надо подарков человек полик так атаковать вы не сидите этого человека а вот моего молот отведайте готовы сша молот конечно очень классный головы бедолага я помогу тебе выйти из клетки деревянные прутья исчезли передо мной краса путь к свободе правда свобода это всего лишь еще одна клетка только без против хватит болтать это че чипкул и другим будешь втирать рассказывая что знаешь я не выстрою гнева меня уже ничего не пугает чего ты хочешь что случилось что стрясал с тобой как ты сюда попал я ищу их все время ищу но уже никогда не найду они все еще здесь но для меня навсегда потеряны пожалуйста не спрашивая них что еще я еще то что уже никогда не смогу найти так полевики ты слышал что были твои тюремчики да они шептались об отце и яблоки он ждет когда яблоко почти поглотит солнце звучало бредово что еще ищу золотое яблоко что тебе здесь на нем золотое яблоко первое ослышал но те существа что говорили о яблоке пожирающим солнца так это все короче просто будь счастлив улыбнись тебе сразу полегчает хорошо улыбнусь но только потому что ты просишь мне уши не хочется улыбаться вздыхает так ну-ка давай-ка мы наверно с тобой сейчас спустимся вниз да я не знаю что нас там ожидает сражение а Давай спускаемся вниз, я думаю, что вверху у нас будет, конечно, последняя, куда я должна попасть. Продолжение следует... Слушай, как же мне везет на врагов попадать. Продолжение следует... Так, и здесь у нас тут пичка. Давай поищем, что есть. Пока что ничего нету. Ладно. Так, быстрое перемещение. Это мы с тобой вот здесь. Да, мы с тобой идем сейчас наверх. Там кто-то нас должен ожидать с золотым яблоком. Но че это будет и кто это будет, я пока что не знаю. Кстати, топор у меня пока что еще целый. О-о-о-о, черт вассал тут самый. Ты заблудился, жирный кратышка. Старейший наполевик. Я по государевому делу, мне нужно найти золотое яблоко. Сдается мне ты... Знаешь, где оно. Нет-нет, кузнец, нельзя приближаться к яблоку, пожирающему солнцу. Так, возвращайся к своему глупому государю. Предложить сделку. Ты не оставляешь мне выбора. Я возьму его силу. Тупой жердяй, я убью тебя, негодяй. Ой. Так, куда я... Че такое? А-а-а, кстати, он не сломался за молот. Давай, жизнь я восстановлю. О-о-о, нифига себе. Он маленьких таких вот подельков, да, призывает постоянно. Че, я его победил? Да ладно. Золотой клевер. А где золотое яблоко? А вот и золотое яблоко. Молодец, Иван, у тебя есть яблоко. Это ли ты искал? У тебя есть настоящее яблоко. Это здорово. Лучше ей не может быть, но готов ли ты на тарелку его положить? Дорогой мой Иван, просьбу исполни одна для меня. Дай ты мне яблоко, что у тебя. Не переживай, я не оставлю тебя умирать. Тебе придется лишь немного соврать. Это мой тебе подарок. Яблоко полностью золоченое. Но попрошу, Иван, я тебе здесь и сейчас. Кузнец мой, Милук, настоящее яблоко мне не отдашь? Так, и что мы с тобой должны дать? Мы можем отдать яблоко нашей бабе Еге, либо, конечно, отдать его царю. Ну, не знаю. С одной стороны, конечно, царь не заслуживает яблока. Давай я на бабке дадим. Неправильно. Это царь твой злодей. Нельзя ему быть мощнее и сильнее. Золоченое царю я дам легко. А настоящее себе ты оставь и спрячь далеко. Благодарю тебя, Иван. Поступаешь ты мудро. Лучше придумать было бы трудно. Прощай, Иван. Мне пора идти, ведь многим предстоит меня найти. По уверению или по твоему хотению мы увидимся снова. Но помни, царь твой не хозяин своего слова. Судьба Ивана зависит от его выбора. Чему он у нас с тобой научился. Значит, что у нас есть? Это всего лишь царапина. Физическая нагрузка делает вас сильнее. Увеличивается максимальная выносливость. Давай, наверное, это всего лишь царапина. Качнем. Так, и давай что-нибудь, не знаю, сколочим, что ли. Смотри, значит, какие-то ресурсы я себе добавляю. Но, к сожалению, у меня нехватка идет с золотом. Я хотел бы, конечно, вот... Ну, что-нибудь, да, уже улучшить, что ли. Давай, значит, молот. Так, вот здесь. Можно добавить какие-то улучшения. Давай, значит, топор перуна. Здесь мы с тобой... Увеличим грунт чтения. Блин. А здесь мы, давай, наверное, с тобой... Давай, железная руда. Блин, хотя, если честно... Блин, я не знаю, стоит ли вот... Давай я пока не буду ничего этого улучшить. Почему? Потому что, может быть, где-то у нас добудется новое оружие, либо мы че-нибудь досоздадим новенькое. Сави мне. Сейчас этого не будет. У него есть яблоко. Пора возвращаться. Яблоко в руках Ивана. Он чувствует исходящую от него силу. Он направляется обратно в деревню. По идее, я должен сейчас отправиться, да, к царю и отдать наше якобы золотое яблоко. Хотя это подделанное яблоко. Не настоящее, но... Что-то мы с тобой делаем. Так, давай посмотрим. Мод быстрого сокращения у нас ломается, да? Мод быстрого сокращения у нас ломается. Кузнец, должно быть, я скажу, с ума. С чего бы это? У меня два мужа, смотри сам. Без осуждения. Какой я такой, чтобы это увидеть? Не имел в это в виду. Они похожи, как две капли воды. Может, это наш домовый дурачец? Не хотел бы я его разозлить. Ох, горе мне. Два мужа. Ну да, один вот с метлой, один вот с пидом. Кажется, костянякипка спит. Разбудить. Просыпайся, дымают и качество пришел конец. Просыпайся, жулик. Что-что? Неверный ветер. Хорошо, значит, дурачится вот этот. Ха, ты развеселил меня, кузнец. Я так и знал. Мой любимый мужик, вечно такой лентяй. Я возьму вот это, кузнец. Вот, приготовь тебе, мой дорогой. Прощай, золото и хлебушек, да? Кстати, по золоту. Значит, смотри, что у нас с тобой есть. 191. Мало, мало. Я думаю, больше. Так, а что вы здесь дурачится, дети? Не понял? Выбросить копейку. А зачем я здесь бросаю копейку? А зачем я здесь бросаю копейку? Кузнец, ты где? Как ты посмел? Я приказал тебе уйти. Задание выполнено. Я сделал все, что ты просил. Как? Где ты нашел силушку богатырскую? Действительно ли она есть на белом свете? Ее можно передавать? Золотое яблоко. Кто его в руке возьмет, тот получит силушку богатырскую. Попробуй сам и увидишь. Докажи это. Дай мне это яблоко. Сию минуту. Так, ну, смотри, отдать. Позолученное яблоко подделка. Отдаем. Ты почувствуешь его силу. Видишь, это просто яблоко. Возможно, оно золотое, но оно не создает больше никакой ценности. Подожди. Я что-то чувствую. Я обрел силу. Я действительно ощущаю эту силу. Про себя. Но проклятие про себя. Иван, ты прекрасно справился с заданием, но у меня есть для тебя новое. Ты должен отправиться за тридевять земель, найти сосуд с молодильной водой и принеси его мне скорее. И принеси его к мне. Снова? Еще одно невыполненное задание? Отнюдь. Делай что верено или навсегда покинешь от отца своей, а теперь отправляйся в путь. Отправляйся, не возвращайся без сосудов с молодильной водой или не сноси тебе головы. Ну вот, видишь, правильно Баба Яга сказала, молодца свое слово не держит. И это, конечно, очень плохо. Иван, мальчик мой. Это проклятый царь. Ты сделал все, что он просил. А он снова целовает моего мальчика вместо того, чтобы искать жену. Да как ты достала бабкой? Ты что, внуков хочешь? Ты снова пойдешь к бабе Яге? Пойду. Но какие подарки нужно ей принести? Хм, она не любит, когда ей приносят один и тот же подарок дважды. Помню, кто-то говорил мне, да, отнеси ей хвост белой коровы и мешок из порченного зерна. Хвост белой коровы? Ты думаешь, пастух просто так отдаст мне хвост своей коровы? За спрос денег не берут Ваня. Ты найдешь его в загоне для коров. Он бывает там целый день. Испорченное зерно всегда выбрасывает. Где я найду целый мешок? Поговорите с косарем. Я слышала, она кляла ведьмака за прочее урожая. Это как раз то, что тебе нужно. Я поговорю с ними. Бабуля, спасибо за совет. Возьми эти подарки и возвращайся к Бабе Яге. Она поможет тебе. Возьми еще этот хлеб. После всех этих путешествий от тебя остались только кожа до кости. Да какой кожа до кости? Он толстый так. А тебя искал... О, тебя искал гробовщик. Пойди к нему. Будь осторожен. Не заблудись на болотах. А как правило, дачно возвращайся домой. И помни, Ван. Присматривай себе жену. Я так хочу увидеть, как мой милый мальчик женится. Да точно внуков хочет, блядь. Так, гробовщик. А, нет, подожди, это жнец. Иван, дорогой, горе настигло меня. Кто-то выросил всю мою шеницу. От края до края. Это ужасное знамение. Кузнец. Я сразу же убежала. Как только увидела это, теперь очень боюсь оставаться здесь. Это все суеверие. Зачем позволять старым роскошням портить? Пряженого муру бежут. К этому же все легенды, которые я знаю, не для слабонервных. С приходом этого грязного ведьмака в наших краях поселилась беда. Боюсь, обзаклассная. Это он вообще виноват. Испорченное зерно. Я уже собрала несколько мешков, но оно теперь бесполезно. А что теперь нужно? Да, только один мешок. Этого будет достаточно. Давай договоримся. Ты найдешь виновника, и я тебе, ты мешка из порченного зерна дам. Так, а вот где он? Где сейчас этот ведьмак? Иван, это всего лишь одному богу известно. Возможно, он все еще в полях. Я слишком напуган, чтобы противостоять ему. Говорят, что он могущественный колдун. Будь осторожен. Так, давай, гробовщик у нас есть, да? Вот. Я разорван. Это деревня проклята. Я проклят. Что здесь произошло? Какая-то подлая тварь забила всех моих коров, пощадив лишь одну, самую молоденькую и мою самую любимую. Иван, ты сильный. Умоляю тебя, найди ее, пока не поздно. Без нее я причем на смерти. У меня больше ничего не осталось. Белая корова? Что бы это ни было, оно отправилось за ней в лес. Иван, ты сильный. Умоляю тебя, найди ее, пока не поздно. Без нее обещан на смерть. Что осталось? Можешь положиться на меня. Не переживай. Ты всегда можешь положиться. Гой мне, мои бедные животные. Старик, возьми себя в руки. Я сейчас же отправляюсь в путь. Верни мне мою белую красавицу, светочей моих. Прошу, поспеши. Так, и давай, наверное, мы с тобой еще зайдем до гробовщику, что он для чего мне вызывает. Скажи, парнишка, ты заметил, что как-то здесь слишком тихо в последнее время? Компашка наших любимых болтливых пьянчуг, обитающих, видели, как они разберлись по лесу. Но уже несколько дней прошло, и это наводит надурные мысли. Помочь. Ну что же, значит, я отправляюсь в лес? Не так быстро, панишка. Я бы готовился к худшему. Возьми это. Если их судьба уже окончательно решена, что же? Тогда ты знаешь, что нужно делать. Видишь, койот чё-то. Лопата. Сделай кое-что, преди чем ты отправишься. Ступай к священнику и попроси его благословить тебя. Бог помощь, парень. Бог помощь. Кузнец, не хочешь ли перед ходом получить благословление? Ну давай, давай. Хлеб подать с неба, когда на это нужно. Давай, наверное, восстановим удачу при убийстве нечести. Видите? Так, вдова, утешить. Я действительно сочувствую твоей утрате. Эх, спасибо. Что с ним случилось? Лесник нашёл его рядом с деревьями, лежащими в луже крови, проклятые воры. Могу ли я чем-нибудь помочь? Любезно с твоей стороны предложить помощь? Возможно. Моё старое жерель я дала ему, чтобы оно его оберегало, но его не было на нём, когда привезли тело, не мог бы ты найти его. Где именно на него напали? Где он погиб? В лесу. Он ходил туда при каждой возможной поисках цветущего папоротника. Ну, вымерся. Цветущий папоротник, но всем же известно, что это вымерся. Он верил в это. Я постараюсь. Попробую поискать его, если буду там. У меня нет так много денег, но я подумаю, как тебя обладать. Прошу тебя, Иван, найди ожерелья. Ты же знаешь, что он был хорошим человеком. Прощай. Так, квест начался. Слушай, я даже не знаю, но мы взяли как минимум 3-4 квеста. Реально. И у нас с тобой есть ещё и опата, да? вы капает захоронение или руйте себе яму для защиты. А можно вот здесь что-то откопать? да, да, видишь, все копается, но пока что я ничего не могу откопать, может быть, где-то в другом месте. кстати, помнишь, там у нас был в лесу человек, у которого была там была корова, да, вот какая-то, и там росло какое-то то ли растение с монетами, так вот, эти монеты можно выкопать на них. это конечно круто. так, обновить накованию. Да, к сожалению, видишь, на обновление накованию нужно очень много золота. Золота нужно просто огромное количество. К сожалению, пока что я этого сделать не могу. На все остальное нужны какие-то вот минералы, ресурсы. Здесь нужно тоже золото. в принципе можно да, вот какие-то ресурсы продавать. Это тоже стоит очень много денег. Может быть надо будет этим заняться. Давай, на этом мы заканчиваем прохождение Яги. С тобой был Zalemax Games и конечно же мы встретимся с тобой в следующей серии. Если понравилось моего прохождения, ставь пожалуйста лайк, подписывайся на канал, комментирую и конечно же не забывай нажимать на колокольчик. На сегодня все, всем спасибо, всем пока.